Ой, общая репутация. Ну, шпроты пока еще в Риге продают, так что тут, если что, можно приобрести. Приеду в Ригу, объемся, шпрот. Я в прошлый раз от вас кучу разного бальзама увез. Да, это символ. Михаил Ходорковский выходит к нам на прямую связь. Михаил Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. И вот когда вы говорили с вами на интервью, когда мы работали еще с Вадимом на одной латвийской радиостанции, вы сказали такую фразу, которую сегодня мы еще специально переслушали. Вы сказали, что в тех условиях, конечно, в которых мы находились тогда, это было еще до 24 февраля, очевидно, вы сказали, что не считаете Путина монстром. Вы не раз вообще озвучивали эту фразу в интервью. Сейчас вы по-прежнему так считаете? Нет, конечно. Я вообще много говорил, и это действительно так, что 24 февраля 2022 года в моем видении мира изменило очень много. И в том числе, конечно, изменилось мое восприятие Путина. Если до этого момента он для меня, даже после тюрьмы, был все-таки, знаете, политическим оппонентом, который использует неконвенциональные методы борьбы, но тем не менее политическим оппонентом, то, конечно, я не знаю, наверное, у нас у всех есть какие-то вот такие детские чувствительные воспоминания. Для меня такие чувствительные воспоминания, тут чувствительная точка оказалась Харьков. Ну вот я не знаю. Вот если бы меня спросили до этого, могу ли я так вот отреагировать на какой-то конкретный город, я бы, наверное, не вспомнил о Харькове. А вот когда увидел серию вот этих вот репортажей в начале войны, дошло до Харькова, дошло до бомбоубежищ, дошло до... Вот что-то прямо перевернулось, и я несколько дней был, во-первых, ну, совершенно в неадекватном состоянии, а потом, конечно, когда я из него вышел, то у меня видение мира изменилось категорически. Путин, конечно, враг, что говорить. Но вы бывали там в Харькове часто? С чем связаны у вас эти воспоминания? Я до четырех лет там лето проводил у своей прабабушки. Вот у меня же вся семья находится в третьем поколении москвичей, но, тем не менее, до этого они все приехали во время революции с Украины. Дед из Житомира, второй дед из Адессы, бабушка из семьи из Харькова. Вот я у прабабушки в Харькове до четырех лет лето проводил. И я даже никогда не думал, что у меня так это в мозгу отпечаталось. Но вот оказалось, что так. А на ваш взгляд, что произошло и произошло ли с Владимиром Путином, вот анализируя его политическую биографию, даже жизненную, почему случилось 24 февраля? Ведь очень многие эксперты говорили, что Путин – это человек спецоперации, человек, который хочет, чтобы это было как-то закулисно, можно отравить, можно сделать что-то такое. Но не фронтальная война, не лобовое столкновение. Это ему не свойственно. Вот как вы считаете, что с ним произошло, и можно ли это было предвидеть? Здесь, я думаю, что было два существенных фактора. Первый существенный фактор – это, конечно, история с самой Украиной. То есть то, что Майдан для Путина оказался крайне травматичным. Ну, он, конечно, мгновенно это переложил на себя и правильно переложил, потому что когда подобные роды революции происходили в арабских странах, там где-то и на Ближнем Востоке, я не знаю, то, конечно, россияне это напрямую на себя не перекладывали. А Украина, чтобы украинцы сейчас как бы они не ругались, братская страна, абсолютно люди на себя перекладывают, поскольку 10 миллионов семей – это 30 миллионов человек имеют родственников в Украине. В общем, очевидно было, что это перекладывается. Во-вторых, Путин по каким-то неизвестным мне причинам считал, что Зеленский его обманул, что помог на выборах, ну, может, помог тем, что не мешал. Я не знаю, в общем, я эту историю не знаю, но знаю, что он воспринял это как, так сказать, такой обман со стороны Зеленского. Вот это вот один был фактор. Второй был фактор – это ковид. Вообще все стареющие диктаторы, они страдают от того, что у них замыкается внешнее окружение. То есть все больше фильтруется информация, которая к ним проходит. И несмотря на то, что Путин еще, ну, как бы по современным меркам, не такой старый человек, хотя надо заметить, что Сталин умер именно в этом возрасте, там, 2 года плюс. Так вот, несмотря на то, что Путин еще не такой старый человек, ковидный год замкнул для него информационное окружение. И по Украине у него было два вот таких вот эмоциональных источника – Медведчук и Ковальчук. Эти, ну, кроме там спецслужб и так далее. И вот эти вот два источника ему гнали пургу о том, что в Украине его встретят цветами. Ну, может быть, не совсем цветами, но во всяком случае, так сказать, будет исключительно мирный протест, что это, в общем, никакое не самостоятельное государство, и никакая армия там, естественно, воевать не будет. И мы видим эти признаки, что в первые дни войны часть разгромленных колонн, она шла в Украину с этими щитами и дубинками. Ну, мы же понимаем, что, так сказать, это очевидно неадекватное восприятие той Украины, которая сложилась после 2014 года за 8 лет. То есть это, ну, как бы нормальное национальное государство с нормальной армией, которая вполне готова была воевать. А он так не воспринимал. Вот я думаю, что вот эти вот два фактора сложились вот в эту вот кровавую кашу, и Медведчук, к слову, несет за это, ну, вот просто персональную ответственность, на мой взгляд. Я хотела бы процитировать вас. Вы говорили в ноябре прошлого года на своем канале, что эта цитата Путина обязательно перейдет к прямому конфликту с НАТО. Но это было сказано в контексте новости о падении ракеты на территории Польши в тот момент, когда только это стало известно, насколько я понимаю. Потом эта новость еще обросла подробностями. Но придерживаетесь ли вы сейчас этой точки зрения, что Путин способен напрямую воевать с НАТО? Или, по крайней мере, планирует это сделать? Ну, мы все с вами знаем, что у себя в голове, как надо заметить, в голове у большей части российского населения, он с НАТО уже воюет. То есть если вы спросите российское общество, российских граждан, то 60% из них на вопрос, на кой хрен мы воюем с Украиной, ответят, мы с Украиной не воюем. Мы воюем с НАТО. Просто на территории Украины. То есть психологически этот барьер уже пройден. В какой момент он будет пройден? Физически? В момент ли инструкторов, которые неизбежно будут присутствовать? Рано или поздно. Или в момент начала воздушных боев? Поскольку я уверен, что без авиационной поддержки и без профессиональных пилотов, пускай даже и перешедших на службу в украинскую армию, эту задачу, задачу контрнаступления не решить. Или это произойдет вообще потом, после перемирия, когда и если, как мы вчера слышали с Лутенберга о том, что Украина будет принята в НАТО, и все союзники с этим согласились, он после этого начнет новый этап этой войны. Я не знаю, но совершенно для меня очевидно, что либо путинский режим падет, либо нас ждет столкновение с НАТО. Ну а ресурсов-то хватило бы у Путина? Уже сейчас многие военные эксперты говорят о том, что армия истощена, ресурсов недостаточно, проблемы с экономикой и так далее. Понимаете, что значит, хватит ли ресурсов? Для того, чтобы начать войну, ресурсы не нужны. Ее можно просто начать. Последствия этого начала, они будут драматичны в любом случае. То есть вероятность того, что Путин выстоит против НАТО, она ровно ноль. Но как он будет себе это объяснять? Я могу себе это представить. Он скажет, что НАТО никогда не исполнит пятый раздел своего протокола, который заставляет всех союзников вписываться за любого из членов этого блока. Он будет уверен, что он сумеет НАТО постепенно развести. То есть сначала, так сказать, какими-то малыми провокациями, потом чуть большими провокациями. И в конечном итоге НАТО развалится, потому что его члены увидят, что НАТО не готово вписываться за своих участников. Сказать, что это вообще ни на чём не основанная мысль, мы не можем. Мы с вами сейчас видим, как на самом деле действует НАТО, насколько на самом деле это политический в большей степени, чем военно-политический блок. Мы всё это с вами видим. Но я бы вот так вот, что называется, последнюю рубашку в качестве ставки за это не поставил. Путин может поставить. А Путин может, на ваш взгляд, нажать на красную кнопку, условную красную кнопку, хотя говорят, что она белая, ну то есть запустить ядерные заряды и, в общем, обнулить всю эту историю из себя самого? То есть насколько вот эти разговоры, эта риторика, в том числе, кстати, Дмитрия Медведева, он периодически об этом пишет в Телеграм-каналах, она может стать реальностью? Как вы это видите? На мой взгляд, Путин, конечно, не самоубийца. То есть нажать кнопку он может только в том случае, если будет прямая непосредственная угроза его жизни, и он будет считать, что он с помощью нажатия кнопки, скажем так, переворачивает стол, но отдаляет эту самую угрозу для его личной жизни. Весь вопрос, какие мы из этого делаем выводы. Вот и здесь выводы разные с точки зрения применения тактического и стратегического ядерного оружия. Применение тактического ядерного оружия для Путина — это, в общем, конец, я имею в виду военно-политический конец, потому что тот ответ, который будет в этом случае, он будет основываться на мандатах, которые, несомненно, западные общества в таком случае дадут своим правительствам на полноценное применение вооруженных сил, то есть на то, чтобы потратить жизни граждан этих самых стран, но все-таки закончить с этой угрозой. И понятно, что Китай в этой ситуации будет по ту сторону баррикады, это без всякого сомнения, как и Индия и так далее. Никому не нужно устроить историю, при которой ядерное оружие станет таким обычным для применения. Это что касается применения тактического ядерного оружия. Здесь нужно просто очень точно, постоянно повторять Путину. Парень, пойми, ответ будет, потому что иначе для него окажется неожиданностью. А нам никому не нужны взрывы в Европе. Вторая история – это применение стратегического ядерного оружия. Вот здесь вот с момента возникновения этого оружия мы должны себе сказать были, и думаю, что сказали, что либо у нас вообще в международных переговорах нет другого аргумента, кроме ядерного оружия, ну, потому что, как бы, а вот, так сказать, не переоденьте красную рубашку на белую, применю ядерное оружие. Ну, так сказать, это такой финальный аргумент, что называется, всё время. Да, и все остальные аргументы уже неинтересны. Либо надо вынести ядерное оружие за пределы рассмотрения. То есть, ну, мы все с вами понимаем, что если взорвётся Илустонский заповедник, или на Землю упадёт метеорит, то мы, наша цивилизация прекратит своё существование. Ну, вот мы все это знаем. Но мы же каждый день об этом не думаем. Мы не принимаем это в расчёт в реальных каждодневной жизни. Ну, вот и со стратегическим ядерным оружием. Его надо просто вынести за пределы. Ну, нажмёт кнопку, ну, значит, кончилась земная цивилизация. Ну, на ваш взгляд, всё-таки у Путина, в его мышлении, больше рационального или больше иррационального? То есть, он свои действия сейчас осуществляет на основе каких постулатов? Я полагаю, что он считает себя рациональным. И я думаю, что внутри его действий, без всякого сомнения, есть рацию. Но просто эта рация, она основана на другой информации, на другом восприятии мира, чем у других людей. Вот, ну, приведу один пример. В своё время его конфликт с Блэром, если помните ещё такого премьер-министра, основывался на том, что он просил Блэра, чтобы, так сказать, тот оказал давление на судью, который решал проблему экстрадиции Березовского. А когда Блэр сказал, что, ну, я просто не могу, не могу, Блэр, надавивший на судью, мог привести к своей отставке, но он не мог привести к какому-то решению судей, но мы-то все это знаем, вот, то Путин счёл, что тот просто его обманывает. Вот, ну, как бы, другое рацию, так? Ну вот, интересно, как формируется это мышление. Я сейчас попробую спросить у вас по поводу того, как, например, формировалось ваше ощущение мира, когда вы достигли пика своего могущества в России, были самым богатым человеком. Там, наверное, формировалась определённая среда, и менялись источники информации, которые вам приносили, или вы видели, или, в общем-то, люди, которые уже не могли попасть в ваш ближний круг. Как всё это влияет? Вот чем более, скажем так, могущественным становится человек, как меняется его среда, его ощущение, его мировоззрение? Вот что переживали вы в этот момент? Ну, смотрите, здесь существует некоторая разница между человеком богатым, да, ну вот, у которого там много денег, так сказать, они лежат, где-то он их может, так сказать, тратить на свои удовольствия и так далее, и руководителям компании, чьё богатство – это стоимость акций компании, которую он, собственно говоря, руководит. Это всё-таки два разных вида богатства, поэтому вот про тот вид богатства я ничего сказать не могу. А про этот, конечно, могу. Значит, когда ты руководишь огромной компанией, при этом неважно, владеешь ты или не владеешь, ты начинаешь в какой-то момент, естественно, и от твоих решений зависит, ну, как бы, благосостояние других людей во многом. То эти люди начинают вокруг тебя выстраивать круги такие, внутри которых они пытаются формировать твои решения. Вот нормальный руководитель компании эти круги пробивает. То есть он получает информацию с первого круга и зачерпывает её во втором. Потом, если компания делается большой, то и второй круг вокруг тебя выстраивает на самом деле. Тогда ты вынужден пробивать и первый круг, и второй, и зачерпывать информацию в третьем круге. Для руководителя компании это не проблематично, потому что всё-таки компания существует в конкурентной среде, существует вокруг неё самые разные средства массовой информации, государственные органы и так далее. В общем, зачерпывать внешнюю информацию есть откуда. Хотя надо заметить, что если конкуренции нет, если это монополия, то беда бедовая начинается. А дальше, вот это интересный вопрос, я его подробно исследовал, четвёртый круг уже не пробиваем. То есть вот если вокруг тебя выстроили четыре круга, то выйти в пятый за пределы приблизительно шести тысяч человек уже невозможно. И именно поэтому, ещё и поэтому, важна сменяемость власти, потому что эти всё-таки круги выстраиваются во времени. И за четыре года их выстроить не успеть, за восемь лет трудно, а за двадцать, конечно, они уже выстраиваются. А в чём феномен этого четвёртого круга? Почему это предел? Почему нельзя выйти? Как вы это объясните? Просто, вы знаете, я не психолог и не социолог. Я не могу сказать, почему так. Но вот это очень подробно исследовалось в рамках Фейсбука. Значит, вот, знаете, там друзья, друзья, друзей, друзья, друзей, друзей. А вот потом посмотришь, если есть время и желание, на этот, вот это вот, когда ты в Фейсбуке говоришь, все так говорят. Смотришь сверху, а это пузырь, шесть тысяч человек. И для тебя это все. Почему это психологически так? Ну, не знаю. Вот в тот период, о котором вы сейчас говорите, много вопросов связаны с тем периодом, и с вами в тот момент. Наши зрители их задавали в нашем телеграм-канале. Но я хочу спросить вас, приходилось ли вам в тот период идти на компромиссы, которые, возможно, противоречили вам, как человеку, вашим каким-то убеждениям? И есть ли то, о чем вы жалеете сейчас? Да, конечно. Мне приходилось идти на очень многие компромиссы. Будучи руководителем компании, ты себе не принадлежишь. Вот я именно поэтому говорил, что существуют разницы между разными типами вот этого самого богатства, то, что вы говорите. Потому что руководитель компании – это человек, себе не принадлежащий. То есть, если ты хочешь что-то сказать, и ты являешься ответственным руководителем компании, ты не можешь этого сделать. У тебя есть служба, которая говорит, что это принесет компании пользу, вот это не принесет компанию пользу. У тебя есть юристы, которые говорят, вот это ты имеешь право сказать, а за это компании придется платить. Ну и так далее. То есть, ты вынужден себя предельным образом контролировать. Ну, в частности, я знаю отчетность по гамм своей компании, но до тех пор, пока она не опубликована, я не имею права ее комментировать. Если я ее прокомментирую, то для компании будут очень тяжелые последствия. И так и в большом, и мало. И поэтому, конечно, когда я перестал быть руководителем компании, я себя почувствовал намного более свободно. И, собственно говоря, сегодня это одна из психологических причин, по которым я не выстраиваю вокруг себя иерархических структур. Вот очень многие люди удивляются, там типа Ходорковский руководил огромной компанией, вышел на свободу, и никакую вот такую вот большую структуру вокруг себя не выстраивает. Ребята, вы знаете, вот это вот ощущение несвободы, сменившееся на ощущение того, что я могу делать то, что я лично считаю правильным, и только я лично за это буду нести ответственность, оно настолько пьяняще приятное, что менять его опять на клетку иерархической структуры я совершенно не хочу. Но здесь просто я вот сейчас задумался, получается, что этот ваш путь к свободе или путь к освобождению шел через тюрьму? То есть таким он был? Вот эти 10 лет, которые вы провели с решеткой? Вы знаете, сначала путь к несвободе, занявший практически 20 лет в бизнесе, а потом путь к свободе через тюрьму. Это такой интересный феномен. Как раз вопрос от Владимира. Какова причина долгого молчания Михаила Ходорковского после освобождения его из тюрьмы? Ну, по крайней мере, так Владимир это интерпретирует. Ну, я не знаю, я, по-моему, не молчал. То есть я изначально, когда я вышел из тюрьмы в 2013 году, в конце 2013 года, у меня было ошибочное ощущение, сложившееся на волне подготовки режима к Олимпиаде, что Россия, в принципе, подвинулась опять в сторону демократизации, и все хорошо, и я в это могу не лезть. И, честно сказать, у меня вот было внутреннее такое желание уйти в частную жизнь. То есть, ну, никак... Я же... Вы поймите, я менеджер, я специалист-управленец, я не политик. То есть я никогда не избирался, и, даст бог, никогда не буду уже избираться. Это все-таки совершенно другой опыт. Вот... Знаете, когда мне говорят про выборы, так на секундочку, у каждого человека своя ассоциация, а у меня ассоциация Путина, вот эта фотография Путина, целующего мальчика в животик. Я, блин, как вот мне говорят выборы, я тут же в голове у меня представляется, Путин целующий мальчика в животик, думаю, это только не я это, только вот только это не я. Ну, таким образом, когда я вышел, у меня было ощущение, что, типа, ну, без меня все будет хорошо. А потом началась вот эта вот история с Крымом, и с Майданом, и потом с Крымом. И я понял, что если я буду молчать, то меня запишут, ну, как бы, вот те, кто это делает, а я не хочу. Ну, просто не хочу. И, собственно говоря, я тогда поехал на Майдан и собрал конференцию российской интеллигенции, смысл которой было сказать украинцам, ребята, вот мы это не поддерживаем. Ну, дальше понеслось. Вот каково ваше мнение о тех, кто сейчас молчат, или, по крайней мере, так четко не артикулирует свою позицию по войне в Украине? Кто-то говорит о Познерях, который все-таки высказался, для каждого это можно интерпретировать по-своему. Иван Ургант, ну и другие деятели, которые предпочитают сейчас не говорить? Вообще я обычно не осуждаю людей за отсутствие у них некой смелости. И уж тем более я не призываю там как-то этим людям устраивать обструкцию. Но я просто считаю, что человек-герой, не герой, должен решать сам. Но не сейчас. Еще раз говорю, 24 февраля изменило для меня видение меры. Я считаю, что сегодня нет отговорки, что если я вот это сделаю, то меня с работы выгонят, семья, так сказать, будет хуже питаться, или даже меня могут убить. Это не отговорка. Потому что когда идет война, когда убивают сотни людей каждый день, ты не можешь, если ты публичный человек, ты не можешь считать себя чем-то лучше. Почему твоя жизнь стоит дороже? Вот она стоит ровно столько же. Там люди умирают. Если ты можешь хоть что-то сделать для того, чтобы хотя бы на одного человека меньше убили, и если для этого тебе надо рисковать своей жизнью, ну, что ж, ну, ну, а как? Ну, ничего не поделаешь, рискуй. Так что для меня это не аргумент. Те люди, которые не высказываются против войны, для меня по другую сторону баррикады. Другое дело, что я признаю за всеми, право на раскаяние. Право на раскаяние. То есть я в этом смысле, знаете, я не такой уж, знаете, верующий человек, но в этом смысле я считаю, что Библия правильно говорит, и я в этом смысле, наверное, христианин. Я считаю, нет первых и нет последних. То есть раскаялся, искренне раскаялся, показал, что вот это от души, и мы должны с этим согласиться. Мы должны каждому такую возможность для раскаяния дать. В том числе Путину, конечно. Просто, ну, раскаяние в разное время и разных людей, оно по-разному выражается. Иногда за это раскаяние приходится платить жизнью. Но, тем не менее, право на раскаяние должно быть. Находясь в тюрьме, вы ведь много переписывались, насколько мы знаем. С Алексеем Уминским он с вами общался. Это как раз священник русской православной церкви. Его позиция по войне, она кажется ясна. По крайней мере, всегда он придерживался таких либеральных точек зрения. Вот что вам дала эта переписка, учитывая, что вы, как мне помнится, говорили, что вы атеист все же, ну, или агностик, но при этом общение с ним — это такое знаковое для вас, насколько я могу судить из ваших интервью? Ну, вы знаете, я, конечно, не агностик. Вот я, конечно, человек, который верит в существование той сущности, которую мы называем Богом. Неважно, вы можете называть её природой, судьбой, как угодно. Но вот я верю в существование этого. И для меня это важно. Я, конечно, никаким образом в этом смысле не принадлежу РПЦ. РПЦ для меня — это очередная бюрократическая структура, пытающаяся построить из себя идеологическую. Вот, но отец Алексей Уминский — это, конечно, человек, который помог мне в тюрьме, надо заметить, и не только он. Был ещё один священник в Краснокаменске, который ко мне пришёл в первый день, когда я находился в тюрьме. Не в тюрьме, а уже в колонии. И было, конечно, психологически очень тяжёлая ситуация. И здесь вот приходит батюшка, со мной разговаривает долго, а потом в конце говорит, ну, вы знаете, мы с вами видимся, видимо, последний раз, потому что меня отрешат от Сана за то, что я к вам пришёл. Так говорит, да ну ладно, какую глупость вы говорите, я тогда ещё Алексей был патриархом, я его знаю, вроде как он вменяемый человек. Он говорит, ну, вы не знаете ситуацию, так сказать, меня за это точно отрешат от Сана, но вот в своё время я по малолетству сидел в тюрьме, и так получилось, что я сидел вместе с Ковалёвым, если помните Ковалёва, знаменитого правозащитника. И вот он меня тогда наставил на путь истинный, и сейчас я не смог пройти мимо. И правда, его, так сказать, его отрешили от Сана, он пошёл работать на завод, так сказать, вот этот вот человек, мы с ним долгое время следили за его судьбой, и отец Алексий у Минска, и он, конечно, вот эту вот эстафету потом перенял. То есть я никогда не скажу, что все священники – это вот такие вот свои корыстные и так далее люди. Нет, конечно, среди них огромное количество очень-очень хороших людей. Ну вот если о духовности, наверняка вы слышали эту симфонию, которую вам посвятил композитор эстонский Арва Пярт, он представлял её в Лейпциге, в других городах она звучала. Мне тоже кажется очень много чего-то такого религиозного, ну или духовного, по крайней мере. Какие у вас впечатления, если вы, конечно, её слышали? Я слышал, я когда вышел из тюрьмы, мы с ним даже встречались. Я ему был очень благодарен, и по-прежнему благодарен за то, что таким образом напомнил. Но здесь есть одна проблема. Я… Мне не то, что медведь на ухо наступил. Я специалист по взрывчатым веществам и боеприпасам. И у меня слух повреждён. Так что, к сожалению, я о симфонии могу знать только по рассказам таких людей, как вы, которые её могут воспринять лично и объяснить мне, что они слышат. Сам я не слышу. Я хотел вернуться. Вот вы говорили о том, что было очень психологически тяжело в тюрьме, и вот этот десятилетний опыт, когда вас пытались убить. Вы рассказывали нам в прошлом интервью, что была такая попытка. Как вы адаптировались? И было ли у вас понимание, что вы можете выйти, потому что вас называли личным путинским узником, и что пока Путин в власти, Ходорковский из тюрьмы не выйдет. Но всё-таки случилось, что вы вышли раньше, Путин ещё остаётся у власти. Как проходила эта адаптация, и что вы поняли за эти 10 лет ещё и в плане жизни, смерти, ощущения свободы, несвободы? В какой-то момент действительно у меня возникло понимание, ощущение, это было 2006 год, что я в тюрьме останусь навсегда. Это стало просто для меня очевидно. Но я не стал с этим внутренне смиряться. Я сказал, что «а я всё равно вы». и продолжал, у этого были практические применения, практическое применение. То есть, когда в тюрьме, ты можешь выбрать одну из двух линий поведения, ну, если это долгий срок. Ты можешь либо сказать, что вот тюрьма — мой дом, и за её пределами мира не существует. Поверьте мне, так жить намного проще. И второе, ты можешь сказать, то, что вокруг меня тюрьма, ну, это как бы некая мешающая данность. Но, в принципе, я живу в большом мире. Я интересуюсь новостями из большого мира. Я каждый день читаю, слушаю информационные источники настолько, насколько это возможно. Я думаю про большой мир. Я в своей голове представляю себя и проигрываю ситуации в большом мире. Это тяжелее, но это даёт себе возможность, выйдя из тюрьмы, адаптироваться. Те люди, которые выбирают первый путь, они через два года адаптируются с трудом, а через пять лет уже не могут адаптироваться на свободе. Знаете, я вот, особенно когда сидел, ну, в одиночке у нас в тюрьмах не держатся, с тобой обязательно кого-нибудь сажают такого следящего, контролирующего. но это фактически всё равно, что одиночка. Вот ты когда сидишь в этой пустоте, ты в голове вот это вот всё время крутишь, ответы на разные вопросы, которые сам перед собой ставишь. Это интересно, и это мне дало возможность писать то, что я писал из тюрьмы. А вот в свободное время мне очень нравилось у себя в голове обставлять разные дома. Вот это как бы, вот я представляю себе дом, и как я его обставляю. Вот такая вот психологическая разгрузка. Вы как раз сказали про адаптацию, если не ошибаюсь, в «Побеге из Шаушенка» есть эпизод в кинематографической версии, и у Кинга тоже в книге, когда называли тюремным человеком, его выпустили на свободу, и он повесился, потому что он не нашёл себя в этом свободном мире, для него это стало шоком и так далее. Вот об этом идёт речь, когда нельзя уже перестроиться? Да, абсолютно. Это, ну, это общее место, это таких сидельцев огромное количество, и именно поэтому на самом деле нормальные люди, нормальные страны, нормальные пенсионные системы не создают для человека вот эту вот замкнутую тюремную среду, потому что а что ты с ним потом будешь делать? Вот он отсидел свои пять лет, да, он вышел на свободу, и он не в состоянии адаптироваться, и он совершит преступление просто потому, что он хочет назад, привычную среду. Поэтому вот, ну, там, где нормальные пенсионные системы, они не дают сложиться вот этому вот стереотипу. Встречи с родственниками, какие-то, так сказать, выходные дни и так далее. То есть всячески пробуждают в человеке желание думать о том, что за тюремными стенами. Один из узников политического режима в России сегодня, Алексей Навальный, и много вопросов пришло к вам. Вот, в частности, Анна спрашивает, уважаемый Михаил Борисович, какие у вас есть разногласия с Алексеем Навальным? Он посвятил пост вам не очень комплементарный, выразил претензии к одному из ведущих вашего канала. По мнению Навального, этот человек причастен к преследованиям его соратницы, Лилии Чанышевой. Что можете сказать об этой истории? Значит, ну, давайте сначала, по сути, что нам потом, так сказать, не говорили, что мы уходим, что я ухожу от ответа на вопрос. Ну, нет, конечно, все это не совсем так, как всегда в подобного рода материалах. Во-первых, Ростислав Мурзагулов не работает на моем канале, так сказать, он создал собственное собственное шоу, я для этого шоу предоставил ему один из своих каналов, он его, так сказать, ведет, он у меня не работает, но дело не в этом. Я вот в рамках своих разговоров я никогда не говорил о том, что он на самом деле у меня не работает. Ну, просто не считаю это важным. Пусть работает, не важно. Во-вторых, прежде чем взять человека в свою орбиту, вообще начать с ним взаимодействовать, я посмотрел на наиболее для меня на сегодняшний день существенный аспект, а как он относится к войне. И я посмотрел внимательно и что человек говорил, что человек писал, и его позиция, антивоенная позиция в общем была очевидна. И он сказал, что я хочу заниматься антивоенной пропагандой. Я посмотрел, когда вот мне написали про Лилию Чанышеву, я посмотрел на самом деле, что там происходило, для меня это тоже было важно. У них был конфликт, суть этого конфликта, наверное, сейчас нет смысла разбирать, но там был корпоративный скандал, так сказать, с Ротенбергом что-то там опять отжимали в Башкирии, значит, протестующие де-факто так получилось, не то, что они этого хотели, де-факто так получилось, выступали на стороне Ротенберга, а, так сказать, естественно, башкирская элита выступала про сложный конфликт, я туда даже забираться не хотел. Ростислав показал мне, что он ушел с работы до того, как арестовывали Чанышев. Ростислав показал мне бумагу, из которой очевидно, что он, когда ее арестовали, он написал с ее согласия, это важно, поручительство для ее освобождения. Для меня это было свидетельство о том, что, окей, это не человек, который является в моем представлении палачом, он, естественно, не является военным преступником, ну, просто потому, что он ушел до войны, значит, он является, да, он является представителем вот этой вот нынешней политической элиты, к которой я отношусь, как вы понимаете, крайне критически и болезненно, но сейчас, во время войны, единственным критерием для меня является, если этот человек, естественно, не совершал вот таких вот, что называется, кровавых преступлений, как он относится к войне? Можем ли мы быть вместе в антивоенной борьбе? И взаимодействие с Мурзагуловым для меня это символ, который я демонстрирую, почему, собственно говоря, я никогда не говорю там работает, меня не работает, почему я вообще о нем говорю? Потому что это для меня символ, который я демонстрирую нынешним путинским, околопутинским элитам, что если вы порветесь с режимом, если вы четко и жестко выступите против войны, то у вас есть выход, вы не замкнуты вместе с Путиным, вы не являетесь заложниками Путина, у вас есть индивидуальный выход, вы можете принять решение, и мы вам, тогда мы вам поможем, вне зависимости от тех взглядов, которые у вас были до того. и когда вот меня спросили коллеги ваши еще более жестко, но вот если Сечин, вот Сечин же, так сказать, мой личный враг, но он не военный преступник, он на сегодняшний день еще ничего в рамках этой войны не сделал, вот если завтра придет Сечин и скажет, вот я понял, что это все, это кровавая каша, я не хочу, чтобы она лежала на моей душе, я готов сказать, что вот я порываюсь с этим режимом, я готов занять жесткую антивоенную позицию, готовы ли вы меня принять? Мне будет предельно тяжело, предельно тяжело, потому что у меня с ним жесточайший конфликт, в том числе связанный с гибелью Василия Александяна, моего юриста, который вследствие действий Сечина погиб, но поскольку я буду понимать, что переход Сечина на другую сторону брикад является существенным фактором, который может помочь установить эту войну, я скорее всего соглашусь. вот я просто хочу, чтобы все понимали, это моя принципиальная позиция, я ее занимаю жестко, и я с уважением отношусь к Навальному, его команде и так далее, вот вообще неинтересно, что они на эту тему думают. А если посмотреть на то, что называют путинскими элитами, это слово, конечно, благородное, Георгий Сатаров предложил вариант элитки, чтобы было понятно, вот приходится слышать такую точку зрения, что Собянин, Мишустин, которые стараются не сильно отсвечивать, не бежать впереди паровоза, возможно, они ждут, чтобы наступить послепутинское время, и с этими системными людьми начнут договариваться для того, чтобы работать. Вот как вы считаете, есть ли какой-то потенциал, есть ли возможность говорить с этими людьми, готовы ли говорить с этими людьми, и видите ли вы там какие-то возможности для переговоров? На сегодняшний день нет, но в случае, если Путин потерпит военное поражение, то, конечно, эти люди побегут. И вот здесь вот будет такой, ну, реальный практический момент. С кем мы готовы договариваться, понимая, что это удлиняет процесс перехода к демократическому государству, с кем мы не готовы договариваться, понимая, что если мы с кем-то не готовы договариваться, если таких людей будет достаточно много, то риск гражданской войны и соответствующих жертв резко возрастает. Вот здесь вот такой очень сложный будет баланс между тем, чтобы не уменьшить возможность перехода к демократической России с одной стороны, а с другой стороны не привести к гражданской войне. Мы не первая страна, которая эту проблему решает. Ну, в частности, Испания решала проблему, Чили решала такую же проблему, да, там наверняка были люди, чьи родственники погибли, ну, в случае Чили, на стадионах, расстрелянные режимом Пиночета. И да, конечно, им, наверное, хотелось Пиночета не просто повесить, а порвать на маленький кусочек. Но они отдавали себе отчет, что удовлетворив свое чувство мести, они одновременно приведут еще к десяткам, сотням, тысячам жертв. И люди, ну, как бы, вот, пошли на национальное примирение. То же самое было с режимом Франк. Я считаю, что это очень важный урок, который для России будет очень трудно, на самом деле, извлечь, но это просто нужно сделать. И я сделаю все от меня зависящее для того, чтобы вот этот вот урок был России как-то воспринят. Вот вы о Сечине сказали, а что касается Григория Явлинского, готовы ли вы ему пожать руку или есть какие-то принципиальные у вас разногласия с партией Яблоко и в частности с позицией партии Яблоко в том числе? Ну, смотрите, Григорий Алексеевич, человек, мы с ним знакомы очень много лет, у него очень такая своеобразная позиция. Он все время выступает в белом пальто, и это белое пальто приводит к тому, что он все время де-факто мешает объединению, мешал в прошлом, объединению оппозиционных сил. Вот, так сказать, если мы там ретроспективно посмотрим, то это было все время так. сейчас значимость партии Яблоко, ну, за исключением, так сказать, вот некоторых, небольшого количества ее адептов, она, в общем, не очень велика на общественно-политической поляне. И если Григорий Алексеевич Явлинский будет жестко выступать против войны, не стесняясь, и при этом будет готов к каким-то совместным действиям, то я никогда от этого не откажусь. Но другое дело, что, имея вот этот 30-летний опыт общения с Григорием Алексеевичем, я понимаю, что ожидать от него готовности к совместным действиям трудно. и поэтому я просто не обращаю внимания. Есть и есть. Он находится в России, и, наверное, этим можно объяснить отсутствие какой-то радикальной позиции, но, тем не менее, она антивоенная прослеживается. Я сейчас не про радикальность позиции, я вот сейчас говорил, что если он захочет неких совместных действий, которые только и могут повлиять на происходящее, именно совместные действия могут повлиять, потому что битье растопыренной ладонью, оно не очень помогает. Я всегда буду готов. Ну, поскольку я, так сказать, знаю его, не думаю, что он в ближайшее время будет готов к совместным действиям, я просто не обращаю внимания. Еще раз, это не означает, что я не готов пожать ему руку, или что я требую от него, так сказать, характери. Ну, нет, конечно. Просто я говорю о том, что если он будет в конечном итоге готов к кооперации, вот моя рука. Вот она. А методы? Вот у нас вчера в эфире был Алексей Венедиктов, и он сам говорит, что стал для многих токсичной фигурой, но он объясняет, что какие-то вещи, которые происходят в России, даже там возвращение детей, он вчера рассказывал, это не происходит, потому что случилось чудо, это происходит, потому что есть посредники, есть переговоры, есть личные связи, то, что он дружит с Песковым, помогает ему, ну, он намекал, он не говорил прямо, но помогает решать какие-то вопросы. И он всегда подчеркивает, я человек компромисса, я готов идти на эти компромиссы, если они приносят результат. Вот насколько сегодня эти методы необходимы, нужны, такие люди, как Венедиктов, с репутационными потерями, которые выходят из этой истории, но тем не менее, как вы это все можете оценить? Я могу, вы знаете, я вот на протяжении вот этих вот почти уже 10 лет, что я за всем этим наблюдаю и в чем-то участвую, мне всегда очень смешно смотреть за ситуацией, как очень многие люди, которые на определенном этапе развития своей политической карьеры бьют себя пяткой в грудь, говоря, что вот ну никогда, но вот с такими сволочами, но чтобы мы, да вот потом кто-то из их близких или они сами оказываются в тяжелой ситуации, с которой можно выйти или которую можно смягчить переговорами, и они начинают искать этих вот переговорщиков и задействуют их. Я знаете, вот я в 2003 году я ведь не белое пальто одел, я одел телогрейку, и я в этой вот тюремной телогрейке, я в ней, наверное, меня в ней уже и похоронят, то есть вот человек сформировался, я как человек сформировался как человек, который видел жизнь с разных сторон, и видел, что на самом деле не все так просто, и на самом деле люди разные, и в разных обстоятельствах люди становятся разными, вот поэтому я признаю важность посредников, но здесь был такой очень сущностный пример в другой плоскости, который бы мне бы хотелось проговорить, вот было вот это вот убийство татарска, помните? Фомин. И я резко да, Фомин, да, и я резко выступил против вот таких действий. Мне сразу стали говорить, так сказать, а вот условно говоря, Гитлера там убивали, да, а вот там, так сказать, Кубе убивали Гублятера Беларуси, вы что, тоже против? Есть вопрос, есть цена вопроса. Вот вот этот вот человек, он, конечно, комбатант, то есть он брал в руки оружие, так сказать, он выступал, он был активным пропагандистом именно войны, именно убийства и так далее. И с этой точки зрения он не просто наговорил на уголовное преступление, он стал законной мишенью. Но мишень он мелкая. И ударяя по этой мишени, нельзя ставить под угрозу жизни десятков людей, чья вина не настолько очевидна. Да, они пришли на его творческий вечер, вот, но тем не менее их вина не настолько очевидна. Если бы его зарезали в подъезде, я бы, украинцы, да, я бы, наверное, бы сказал, ну, они на это имеют право. Они на это имеют право. И совершенно другая история, если бы атака шла, там, я не знаю, против генерального штаба. Понятно, что если ракета бы ударила в дом, находящийся на Арбате, то были бы жертвы среди гражданских лиц. Но цель этому соответствовала бы с точки зрения воюющей стороны. Вот именно об этом я говорю. Когда мы взвешиваем посредников, мы должны понимать, стоит ли цель соответствующих сопутствующих жертв. Вот в случае с Венедиктовым я скорее должен согласиться, что те жертвы репутации, которые он приносит, и ту роль, которую он играл и играет, они стоят того. Наверное, я то же самое могу сказать про Мурата. Они стоят того, на мой взгляд. А вот в случае с Абрамовичем я, наверное, бы занял другую. Можете расшифровать? Абрамович же пытался, насколько мы знаем, опять же, тут все очень фрагментарно, пытался участвовать в переговорах. Что с Романом Аркадьевичем и какую роль он играет? Совершенно верно. Абрамович пытался играть роль в переговорах. Более того, сейчас он играет, насколько я понимаю, какую-то роль и в этих переговорах, которые касаются детей. И я знаю, что он ездил в Киев несколько раз. Его цель понятна. Он хочет оградить себя от санкции, от санкционного давления. Понятно, что Путин предоставляет ему эту возможность не только из дружеских соображений, но и из соображений, что ему Путину нужен такой агент. является ли в данном случае то, что делает Абрамович, оправдывающим его в моих глазах? Нет. Нет. Просто соотношение того, что он делает в одну сторону, то, что он делает в другую сторону, и цели, с которыми он это делает, его в моих глазах не оправдывают. Я считаю, что, несомненно, Абрамович, как и все остальные, имеет право на раскаяние, но именно на раскаяние, а не попытку прошагать между стройками. А про Чубайса что-то известно? Он один из немногих, кто пропал после 24 февраля, точнее, он выехал за рубеж, очевидно, но при этом его больше не слышно и не видно. Я слышу временами от разных своих коллег про некие его подспудные движения. Для меня Анатолий Борисович это человек, который пока исчез с моей карты мира как человек 24 февраля 22 года, вот он исчез. Несмотря на то, что он меня поддержал, когда меня посадили в тюрьму и так далее, ну, это все детали нашей жизни. Где-то он был против меня, где-то он был за меня, это детали нашей жизни. 24 февраля он для меня исчез, и до сих пор он не появился. Вот в тот момент, когда он появится с раскаянием и с публичным заявлением о том, что это военно-агрессивное, режим преступный, в этот момент я буду готов с ним начинать какой-то диалог, если он ему будет нужен. А право на выход вот из этой системы, из этого круга, то, что говорят о Чубайсе, что посмотрите, как мало людей из этого высшего круга, или, по крайней мере, там, не знаю, первый или второй, но где-то высоко он находится, как мало из них смогли выпорхнуть. Чубайс смог, хотя, возможно, там, не знаю, заплатил за это молчанием. Оттуда действительно очень сложно вырваться, вот так, уйти даже в тень, даже просто исчезнуть, убежать, ничего не говорить. Да, конечно, я полагаю, что для Путина единство рядов это одно из важнейших на сегодняшний день условий стабильности его режима. И с этой точки зрения мягкий уход, он, ну, как бы, не настолько опасен, ну, потому что, конечно, кто-то может захотеть тоже уйти, как тот же там Усманов, заявивший, что он теперь пенсионер, вот, хотя, на самом деле, это не так. Или вот Чубайс, который тоже как-то исчез с радара. Но намного более важно, когда люди из его окружения что-то заявляют публично. Именно поэтому вот этот вот знаменитый разговор Пригожина с Ахметовым, да, как-то второго партнера с Ахметовым, так сказать, произвел впечатление разорвавшейся бомбы именно потому, что все стали его мультиплицировать. Ну, то есть, все стали говорить о том, что такие разговоры на самом деле вот в этом вот третьем-четвертом круге, они идут постоянно. И вот так вот к Путину там на самом деле относятся. Это значит, что уже на третий-четвертый круг он опереться-то на самом деле не может. Это было важно. И именно поэтому Кремль так вот тщательно заметает этот скандал под ковер. Как вы видите, никаких санкций, ничего. под ковер, потому что очень опасно. И с этой точки зрения Чубайс мог бы сыграть очень важную роль, но боится. Боится, потому что действительно могут убить после этого. Но, как я сказал в начале нашего разговора, сейчас, во время войны, для меня боязнь смерти для мужчины, для публичного человека, для человека, находящегося в большой политике, ну, это вообще не... ни разу не аргумент. Ну, могут убить. Ну, что теперь? Вы сейчас Евгения... Иосифа Пригожина вспомнили. А я о Евгении Пригожине хочу вас спросить. Он тут недавно рассказал, что сын Пескова якобы был на фронте, но он не уточнил, какой из сыновей Пескова. Хотя мы все знаем эту историю, что когда одному из сыновей Пескова якобы позвонили из военкомата, он сказал, что этот вопрос будет решаться уже на другом уровне. И пока детей элиты, так называемой, не трогали, из детей элиты не находятся на фронте из сыновей. По крайней мере, нам это неизвестно. Но, на ваш взгляд, если начнут требовать, ну, возможно, даже какие-то общественные настроения начнут требовать это. Ведь сейчас призывают идти, условно, как Патриар сказал, не жалеть живота своего. Но при этом очевидно, что есть неприкасаемые и те, кто на фронт отправлен не будет. Хотя все может, наверное, измениться или нет. Как вы это видите? Сложный вопрос. Я думаю, что если война будет продолжаться, если жесткость противостояния будет увеличиваться, то до этого, несомненно, дойдет. Даже в качестве не только публичного проявления, но и в качестве присяги. Вот такая вот присяга кровью близких. Мы с вами знаем, что во времена Сталина это было обычным явлением. Мы недалеко стоим от этого момента. И да, конечно, Путин кого-то вследствие этого потеряет из своего окружения, но в общем случае, в общем случае, я думаю, что он уже свое окружение составил таким образом, что среди них вот этих вот сломанных людей гораздо больше, чем людей, готовых на все, чтобы защитить свою семью. А что касается вот этих сломанных или не сломанных людей, потому что в начале войны было интересно наблюдать за лицом Олега Дерипаски, когда его приглашали на различные мероприятия с участием Путина, он даже где-то показательно не аплодировал. Что касается, уже, наверное, нельзя назвать этих людей олигархами, но, скажем так, представителей очень крупного бизнеса, которых вы наверняка знаете лично, вот можно ли там выявить некоторые тенденции? Авен, Фридман, Дерипаска, Мордашов, Потанин, Сечин, о котором мы уже говорили и так далее. Насколько этот круг, скажем так, поддерживает то, что делает Путин? Ну, вообще, второй круг, второй, третий круг, конечно, не поддерживают. Конечно, все, что делает Путин, если и нужно кроме него кому-нибудь, то это только вот этим национал-патриотам, которые на этом пытаются выскочить из проскочить несколько пролетов социального лифта. Вот им это нужно. Возможно, это нужно неким людям из совсем близкого окружения, ну, вот я говорил в частности к Вольчуке, просто для того, чтобы увеличить свое влияние на Путину. Может быть, даже им это не до конца нужно, может быть, даже они не ожидали, что их поддакивание вождю может привести вот к таким безумным результатам. Конечно, это нужно элитам, нынешним элитам спецслужб, потому что их влияние вследствие этого резко увеличилось. А всем остальным это нахрен не нужно. То есть, люди, если бы они могли отдать по крайней мере мизинец, я не знаю, как руку, но мизинец уж точно, чтобы этого ничего не случилось, тут я убежден, что второй, третий круг путинского окружения радостно эти мизинцы бы просто как бы сложил. Другое дело, что эти мизинцы нахрен никому опять же не нужны. Головой рискните, а мизинцы можете себе оставить. Так что в этом смысле конечно всем этим людям это все не надо, ни Дерипаски, ни Мордашов, ни так далее. Среди них есть люди, которые типа Фридмана пытаются как-нибудь между струйками прошагать, есть люди, которые наоборот пытаются на этом укрепить свою позицию, типа того же Мордашова, есть люди, которые просто стремятся как-то от этого от всего отдалиться и просто принимать то, что на них валится, типа какого-нибудь Лисина, условно говоря. Это все разные люди, и для всех для них у меня одинаковый призы. Ребят, занимайте позицию, и я буду готов вам протянуть руку. Алишер Усманов, поскольку это не просто очень богатый человек представитель крупного бизнеса, это еще муж Ирины Винер, Ирина Винер это глава Ассоциации художественной гимнастики, тренер Алины Кабаевой, далее, в общем-то, простая логическая цепочка. если Алина Кабаева предполагаемая возлюбленная Владимира Путина, то не используется ли Кабаева как инструмент коммуникации для того же Алишера Усманова. Что происходит с этой фигурой? Человек, который, во-первых, развелся с Вина, разделили имущество, и потом заявил о том, что он хочет стать пенсионером. И вы сказали в нашем разговоре, что он остается в игре. Какова это роль? Я не настолько подробно слежу за Алишером Усмановым, чтобы сказать, какая его роль, но то, что он принимает участие в, как это называется, в параллельном импорте, ну, это то, что грубыми словами говоря, в обходе санкций. Мне несколько человек уже говорил. Я не проверял это с надлежащей степенью достоверности для того, чтобы вот иметь возможность выйти с таким расследованием и сказать, что вот это маршрут обхода санкций, но то, что несколько человек мне об этом говорили, это факт. Вот, и именно поэтому я считаю, что Алишер по-прежнему в игре. Но еще раз говорю, я не, у меня просто нет настолько сил, чтобы за каждым из уважаемых людей вокруг Путина выглядеть. В завершении хочу задать вопрос от зрителя, их немало пришло. И вот Дмитрий спрашивает вас, как Михаил Борисович видит отношения Украины и России в будущем после выполнения всех условий? Хороший вопрос. Каких условий? Я и мы с Украиной всегда будем с соседями, то есть вот можно изменить все, что угодно, но вот это изменить нельзя. Россия и Украина будут соседи. Очень трудно изменить, и думаю, что в ближайшие там 50-100 лет невозможно изменить, то, что мы народы братские в прямом смысле, то есть мы связаны огромным количеством, десятками миллионов семейных уз. С Китаем мы так не связаны. И из этого будет проистекать то, что силы взаимного притяжения будут велики. Как Путину удалось изгадить то, что, как вот мне казалось, изгадить вообще невозможно, это то, что Украина была почти такой же родной страной для меня, как и Россия. Ну, наверное, все-таки Россия родина, а Украина это родина предков, но тем не менее вот она такая же родная страна. И так для десятков миллионов россиян, вот как он это умудрился изгадить, ну, это талант, это талант, конечно, так сказать, я не знаю, если бы вот Бжезинский, который в свое время очень хотел этого, вот если бы он был, если бы Путин был его агентом, мог бы он что-нибудь Путину дополнительно посоветовать, как вот это вот все развалить, но думаю, что вряд ли, так сказать, этот парень справился. Тем не менее, взаимное притяжение велико, и я очень надеюсь, что после того, как все кончится, Украина вернется в свои границы 1991 года, мы вместе спустя какое-то время будем двигаться в сторону общего европейского пространства, все-таки 120 миллионов россиян живут в Европе, в европейской части нашего континента, вот, и я очень надеюсь до этого дожить, хотя трудно будет, потому что вот Германия проходила вот этот вот путь после войны больше 20 лет, мне сейчас 60, соответственно, там, если доживу до 80+, тогда у меня, я хочу верить, есть шанс увидеть вот это. Ну что ж, мы благодарим вас за то, что вы нашли время поговорить с нами сегодня. Спасибо вам и всего доброго. Да, спасибо и всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok